Почувствую себя дебилом называть. Жесть. Хороший телевизор. Я бы сильно хотелось на броню индивидуально. Я просто боюсь, что в глаз попадет. Если захотите плакать. Давайте расскажу, у нас есть приложение Бегабон. Ребят, всем огромный привет. Ну что, я только что была на обзоре салона, где меня не приняли, поэтому я уже расстроилась, что все, день прожит зря, потому что ни одном обзорчика я не сняла, в салончик не попала, макияж мы не видели, но потом взяла себя в руки и думаю, надо попробовать записаться еще раз куда-нибудь по соседству. Я с интервалом в час все-таки спустя 40 минут поисков нашла салон, который в день в день мне оформил запись. Я прозвонила, они подтвердили, поэтому мы с вами отправляемся. Что интересно, здесь достаточно близко прямо к Кремлю, то есть в центре Москвы ценник 3500, то есть недорого в целом, но ниже среднего для этой локации. Поэтому крайне интересно, что же такого за эти денежки нас ждет, пока все было супер вежливо и мило. Кстати, из хорошего, салон тоже находится на закрытой территории, то есть там прям охранник сидит, но предварительно они мне автоматически в момент записи прислали, что также на входе в жилой комплекс спросим показать охране смс о записи в наш филиал. Простите за доставленные неудобства. То есть вообще умнички молодцы, потому что буквально сегодня же в салоне, откуда меня выгнали, там такой записи не было. И я просто ходила кругами, думая, что я какая-то дурочка, которая пропустила важную информацию, почему мне не пускать. Но тут тоже сейчас сказать не легче на данный момент, потому что вокруг абсолютно одинаковые, затемненные такие арки, ну окна, пол, да, панорамные. Они же двери. И вообще нет вывесок, нифига. То есть здесь минус, короче, вам, ребят, я переобулась, потому что надо там, идите прямо, идите направо. Куда идти? Как мне понять, где ваш вход? Потому что я вообще ничего не вижу. В какую сторону салон? Давайте позвоним. Европей Типа Вилецкая, добрый день. Здравствуйте. А подскажите, как вас найти? Вот я прошла и постою посреди поля, площади, и в какую сторону мне идти? Не вижу ни вывески. Направо вам нужно идти, если вы вышли во двор через арку. Направо, дальше? Да, идёте по правой стороне двора, справа у вас оранжевый дом, и вот вдоль забора идёте, и там забор направо поворачивает, и вы тоже направо поворачиваете, обходите угол белого дома, первая дверь наша. Так, первая дверь, вот тут есть секция 5. Вот 5, сразу направо. Всё, ладно, сейчас попробую, спасибо. Ждём. Угу, пожалуйста. Вот почему сразу мне написать, как пройти, как думаете? Как бы молодцы, но наполовину. Сейчас узнаем. Вот нормально вообще? Я вот зашла в пятую секцию. Нет тоже признаков двери, хотя сказали, секция 5, дверь направо. Здесь вот салон видно, но дверь не эта. Почувствую себя дебилом. Жесть. Так, вот ещё надо всё это обходить, и вот, походу, дверь здесь аж, за третьим углом. Здравствуйте. Елена. Давайте, чёрный. Спасибо. Да. Так, и что вы видите. Давайте выберем какой-нибудь. Вы нормально к цветным относитесь? Может, у вас есть ваш пример? Если нет, то у меня 100 миллионов вариантов есть, всяких разных. А делайте вы какую-то лёгкую графику, ну, допустим, не растушёванный, а вот больше остренький край. Можно такое? Спасибо за чай. Вот так, можно выбрать там миллиард, другой. Угу, это более растушёванный. Ну, вот тут, видите, острый уголочек тоже. Да, ну, можно вот так. Такой? Нормально вам сделали? Да. Можно я поснимаю, как в идеале? Спасибо. Я боюсь, я просто запарюсь. А, у меня, видите, чёрная майка. Вряд ли они видны будут. Да, постирай. Здесь можно, без почёток. Хорошо, да, как хотите. Макияжик. Что за красота? Именно вот такое. Видите здесь вытянутый глаз? Хорошо, сделаем? Угу. Спасибо, господи. Да. Кисточек у вас прям много. Два стаканчика. Значит, первым делом надо почистить лицо. Да. А вот этот свет не включается? Нет. Здесь просто как раз как будто для макияжа по периметру зеркала лампочки, но они не работают. Есть кольцевая лампа. Это мицеллярка или тоник? Тоник. Вот рядышком педикюрчик делаешь, чтобы не скучно было. Прямо заживаешь. Чтобы не было шелушения, да? Да. А что за крем? Пока что лимони, гель, аква. Как вы тут делаете? Вот очень сложно, потому что все лицо в тенях. Половина, видите? Ну, что крем не вошел. Ага. Ну, просто я имею в виду, что как-то они приспособлены, если посинить вот эту лампу, по идее, классно должно быть. Она обычно... У меня дома такая, она классно дает равномерное освещение, и все видно. Детали. Чтобы нюансики были слышны, потому что прямо надо мной. Русский телевизор. Там фил какой-то, да, идет? Это что? Крик-бальзам. Как называется? Крик-бальзам. 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 Как-то плотнее, полегче. Полегче можно. Но... Чтоб он перекрыл, просто не видно его было. Такой бальзамчик. На основе масла он, интересно, или со скрабом? Да, с скрабом. Потому что он шершавый, такое на губах ощущение, как бы крупинки. Можно... А что за тональный крем? Ну, как хуже. Наверное, на основе. Достаточно легкий. Два оттенка смешали, или... Нет, я сейчас один сначала посмотрю. Ну, да, ну, да. Думаю, он будет хорошо, светленький под кожу подстраивается. Теперь консилер. Инфлюенс бьюти, да? Да. Светленький он? Да. Тоже самый светлый интересный оттеночек. Вот такой вот светленький цвет. Должен, по идее, мне хорошо подойти. А больше сколько на макияж у вас уходит? Всегда по-разному. Час-полтора. Ну, это зависит всегда от сложности. Превратили меня в шоку, и я была. Интересно, не делается потише? Нельзя попросить немного? Можно? Спасибо. Когда сидишь прямо под этим экраном, кажется, громковато. Самый класс, мне кажется, самый красивый контуринг – это как карандаш Ян. Ну, в общем, у нее такой он и затемнен, и высветлен где-то. Сможем такое сделать? Попробуем. Так, для этого нам понадобится такой карандашик, да? Сначала сделаем жидкий контуринг, потом фиксируем все. Мне при прочих равных нравится, наверное, поярче. Ну, такой в меру. Ну, чтобы мне не видно его было. Вот именно вечерний. Прям красивый, когда заметные впадинки появляются. А бейкинг не делаете? Делаем. Ну, в целом, это довольно светлый такой цвет. Но мы его еще подобрали сухим, поэтому он будет по насыщению. Это самый темный, который есть? Ну, он вообще вот именно вот этот, как, не знаю, по стике. Ну, то есть в одном цвете. А, ну, я имею в виду, может, у вас другой есть? Нет? У меня просто тоже такой есть, но был дома. Это какой-то ламель или что-то? Орелуи, да? Это, да, вот. Ну, по-моему, у меня один в один. И он у меня стал крупинками красить. Ну, то есть полосить сильно. А у вас он равномерный. Да. У меня он как-то жутко стал ложиться. И он прям светлый. То есть как-то я от него избавилась. Если мы, может, еще потемнее сделаем. А так он, мне кажется, вообще не видит. Видно? Угу. Рядышком педикурчик. Вот такие темные цвета. Да? Это самый? Ну, вот, да. Самый темный. Сейчас нанесем. А бейкинг будем делать? Да, конечно. Тем же цветом нос. Угу. Угу. Теперь. Вам какой больше нравится? Ну, чтобы не шел. Так на ваше осмотрели. Волосы. Поэтому я бы сделала что-то более розоватый, чем прожеватый. А это больше в розоватый ли? Они ждут и розовые, и прожеватые. Надо любить побольше, поменьше. Давайте на ваше осмотрение. Как вот красиво, чтобы было хорошо. Угу. Нет. Может, какие-то вы посоветовали бы мне брови? Ну, я бы сильно активно брови индивидуировала. Угу. У нас акцент в основном на глаза. Но брови мы, конечно же, не можем оставить. Просто. Но, в принципе, у вас хорошая форма. Вы бы ее не усиливали? Пошире в плане? Ну, сейчас посмотрим, может, чуть-чуть. Ну, а так они, в принципе, не тонкие, чтобы прям... Нормальные, да? Да. То есть, вот так оставили, ничего не дорисовывали. Нет, мы свет все равно добавим. А добавим? Угу. Как его правильно делать, этот бекин? Все по-разному делают. Ну, я предпочитаю его паховкой наносить. То есть, это вот такая беленькая пудра? Ну, да. Я просто считаю пудра. Я просто боюсь, что в глаз попадет, можно я буду закрывать. Да, конечно. Хочет мне подождаться. Это штучка для бровей? Да, темную бровей. Светлую или темную берем из них? Я их смешиваю, чтобы получить такой средний цвет. То есть, по форме как бы делаем, ничего не добавляем? Ну, я сейчас чуть-чуть по форме сделаю, а потом добавлю. Берем? Нет. Больше как будто теперь темненький оттенок добавили, да? Угу. А здесь, видимо, вытяжка для ногтей начала работать, да, сзади? Да, с этим ничего не можем показать. И смытишься? А теперь смыки, я же интересно, включают или нет. Нет, они пока снимают, а вытяжка работает в базе. Ардеку? Для теней, да. Угу. И что мы с ним будем делать? Мы наносим глаза под тени, чтобы тени были понасыщенными. Я думала, может, бровки закрепим. Так я же их уложила гелем на структу и рецепт так красить. На палеточку не выносите? Нет. Думаете, ничего страшного, если в тюбик макать? А я все протянаю, стилю. То есть кисточка чистая. Я сначала одной стороной на один глаз нанесла, а потом с другой стороной. Угу. Вы такую насечку делаете, да? Да. И от нее потом рисуете. Угу. Взгляд становится ярче, она соединяется со стрелкой и с лишним краем. То есть тут, ну я не вижу, у нее вроде бы черным не прокрашено. Увы. А, верхняя? Да. Ну давайте верхнюю можем прокрасить, если нужно, для дела, да? В принципе, да, потому что когда вы открываете, видно в черном границе стрелки, это как бы глаз. Угу. Если не сделать слизистую, то она будет как бы целиком. Давайте, хорошо. Если захотите плакать. Да. Давайте, более, больше снаружи. Вот, с краешку. С краешку, да. Все хорошо? Ну, глаз просто палит, теперь он немножко может слизиться. Хотите проморгайтесь, подождем. Еще надо что-то рисовать. Ну вот второй глаз. А, второй можно, пока целый, невредимый. Теперь непосредственно цвет выбираем. Какой из них у нас будет? Ну вот этот вот, потому что он там фиолетовый, вот я же будем прям фиолетовый темный, мы будем пушивать уже. Вот этот. Как бы поверх стрелки проходимся, да? Нет, на этот стрелок. Угу. Ну вот это... Блаз. Здесь, мы провели, и потом в такой пушистой кисточку проходимся. Ну да. тоже там фиолетовым и по слизистой тоже под ресничками просто чувствую что очень близко а вот там то что у меня слизистая прокрашенная до сверхнего отвечает у нее тоже есть да на референции вот что-то неуловимо отличаются а мы еще его сделано вот такой на верхнее веко да что надо табуретки поменять прям узбушка на курик ножка реально как из мульс пока когда нам поворачивалась вот такие табуретки они на колесах вот это все ужасно скрипит каждое движение это что делаем чуть-чуть он другого цвета в угол глаза оранжевый какой-то есть повторяем все как вот здесь а реснички скажите у вас будет там если дополнительно советовали бы сюда ресницы или мешать нам будут закрывать ну во первых мы сначала не прикрасим и посмотрим как это будет выглядеть но я в таких макияжах предпочитаю добавлять ресницы не обязательно надеюсь глаз хотя бы в уголках да чтобы хоть мне кажется мы как будто рисуем уголочек а потом его растушевываем теперь непосредственно вот этот блик ставим и растушевываем смысл прямо получается зрачок как бы обрисован вот так вот не такая форма идет или почему именно вот так но вообще в доме и так делается складка века углубляется так же как мы и контуром где у нас сколовые впадины углубляются здесь складка век у нас углубляется для выразительности глаза все как будто глубже становится ну да вытянутый а на референс тоже такое есть там блик а вот здесь таки растушевываем а как вы больше стараетесь чтобы максимально ну похоже было или под мою анатомию все вывести как-то референс вы меняли уже или вот делаете как там ну в принципе плюс-минус то же самое может затемнение именно вот здесь вот растушевка у вас побольше чем там вот тут под бровью складка я имею ввиду то что вы спрашиваете может быть здесь чуть потемнее чем на референс и поглубже как бы сделано для того чтобы сильнее мои глаза выделить или для чего мы так сделали чтобы глаза выделить форму подвучить стороны более вытянутой чтобы она была в стрелке граффичной то есть чтобы даже графичнее чем на референсе было не прям графичнее в принципе так же под вашу анатомию при этом делать еще ресниц не хватает ну так то да но визуально вот так вот если мы сравниваем видно сходство еще не хватает галочка еще и меда то что есть есть галочку мы дорисуем дальше нет такого что здесь вот на референс и кончик внешний уголок он такой заостренный вот он в принципе у вас тоже заостренный мы можем его сейчас побольше выделить чтобы он был еще еще поострее как бы вы так сказали сложный вообще макияж на референсе или умеренно умеренно ничего такого в принципе особо да если мы как бы вывели сильнее темный добавили над ним цвет тоже теперь рисуем уголок внутренний он у нее там довольно длинненький такой красивенький на току получаются тоненький кисточка это прям можно тоненький нарисовать красиво удобно акварельные они для художества но они часто используются в макияже да они тонкие удобнее реснички на клемм в углах только да давайте так все хорошо все устраивает уголок да так если только может с референсом сравнить может быть можно что-то добавить чтобы было больше похоже в принципе он там поменьше кто уголок он там по примеру да я не думаю не будем перерисовывать просто вот это все стирать надо это недолго в принципе да нет это в принципе если у вас все устраивает уголок мне кажется приятное такое ну как бы вы оставили или изменили его давайте на ваше усмотрение но в принципе с таким соотношением он идет по одной линии со стрелкой то есть как продолжение вот так стрелочки да красиво можно оставить красим реснички таким аппликатором я у вас хочу спросить какие вам буквы можно два довольно длинненьких уголки чтобы они удлинили да потому что коротышек нет смысла и не видно мы можем арочку сделать длинных и на один два сделать чуть-чуть чтобы они не резко как мы заканчиваем и смотреть главный переход к своим ресницам ну давайте коричневый давайте они более розовенькие не коричневые увеличим верхнюю не еще чуть чуть увеличить ну давайте чтобы красивенько и органично значит добавим ну чуть чуть я убравила сейчас будем добавлять Ну, у меня там остался бальзам. Мы можем бальзам. Ну, либо оставить бальзам. Он такой, в принципе, как блеск, мне кажется, похож. Да, он блестит. Готово? Ну, хотите, чтобы... Хайлайтер не наносили мы. Что осталось? Хайлайтер нанесен. Последний штрашочек вот такой блестящий. Можно сделать контрольное сравнение с референсом? Все ли удалось? Мы сделали это слизистую, что мы нет такого фиолетового карандаша, чтобы по черным было перекручено. Ну, так вот, если оценить, насколько сказали. Есть различия небольшие. Больше похожие, больше не похожие. Ну, глаза, уголки, в принципе, мы старались сделать в той же схеме, что и там, цветовая гамма тоже. Есть, например, она такая же, как и там, фиолетовая. Ну, да, она немножко более бордовая, а там более синево. Да, в синево, там чуть-чуть. К цвету волос больше бордовая выходит. Остальное, в принципе, получилось. Ну, и цвет губ у нас розовее там покричневее. В общем, вот такой макияж получился. Спасибо. Немножко как будто бы может быть, вот если так, я смотрю, что у нас как будто может закругленная форма, не только вот так вот она вот так, а там больше вот так. Ну, возможно, чуть-чуть есть. Ну, вот это то, что я вам говорила, растушевка. Я вам ее там чуть-чуть видоизменила. Из-за черт лица, как, почему? Ну, да, я больше ваши черты лица ревортизировала к этому макияжу. А что, какая ситуация, расскажете, ну, вот именно объяснить, что вот почему? Ну, вот я больше вам как бы растушевала. Складка века затемнила, и ее растушевала, чтобы цвет был виден. И чтобы у вас век вылечет, ну, большой достаточно, легкий. А, чтобы не болталось свободно. Когда у вас вот глаз полностью открыт, как раз-таки эта тушевка видна. Вот, если бы ее не было, то было бы пустое. Пространство. Да, между бронами. Все, я поняла. Спасибо, хорошо. Пожалуйста. Тут хорошее освещение, можно еще какие-то штришки внимательно. Здесь рассмотреть с этой стороны и вот с этой. Такой макияжик получился. Сейчас узнаем стоимость. Скажете, сколько к оплате? Да, конечно. Елена, верно? Верно. Приложение. Используете? Нет. Давайте расскажу. У нас есть приложение Либробонус. Это программа лояльности. Посещение учитывается, и потом можно на скидкод менять на какую-либо Либробонус. О, господи. Сейчас еще вспомним пендерную карточку. Мастер по потерям, блин. Все, на свете. Как я ее... Куда я ее засунула? Вечерний макияж. Все хорошо. 3500. Давайте. Пока. Да. Плачу, чуть-чуть сюда, да, прикладываем? Ой, да, неправильно. Кот. Ой. Давайте, попытка на бату. Ура, ура, ура. Это все-таки произошло. Ну и маленькое объявление. Наконец-то я создала страничку на Патреоне для иностранных карт. Для тех, кто не мог подписаться на Бусти. И загрузила туда уже много эксклюзивного контента и роликов, которых не будет на YouTube. Сейчас тестирую, как все это работает, так что оставляйте комментарии, у кого получится подписаться. И на днях я столкнулась с угрозами в салоне красоты. Мне позвонила директор. И обещала кучу проблем, если я не покину заведение в течение пяти минут. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юля Валерьевна. Я хозяйка салона. У меня к вам. Очень приятно. Мне не очень, потому что я очень хорошо наслышана про вас по салону Долореса, и не только. Значит, это частный салон. Если вы не хотите, чтобы в течение пяти минут вас вывели органы определенные, которых я вызову, вы сейчас выйдете сами. Дальше я разговаривать даже не буду. Это частная собственность. Я записана на услугу, так что, пожалуйста, окажите меня. Я очень рада. Мы не можем оказать вам услугу. У нас заболел, к сожалению. А только что она подходила. Жива-здорова. Мы здесь не обсудили макияж. Я не буду с вами разговаривать. Я вам сказала, если вы не выйдете из салона, через 10 минут вас выведет милиция с очень хорошей съемкой. Поверьте мне, у меня тоже очень хорошие блогеры, которые осветят то, что происходит в салоне, как хулиганство с вашей стороны. А в чем же моя хулиганство? В чем моя хулиганство? А я вам потом расскажу в великейском участке. Еще вышел сотрудник, который начал звать меня куда-то вглубь салона, показать, что такое настоящий макияж. Я на вечерний макияж записалась. Куда? Что вы сделаете? Ну вы не похожи на визажиста, а вы себя агрессивно ведете. Вы не вызывайте у меня давить. Дальше вызвали охранника, который не давал мне пройти. Я там нашла кучу нарушений. Полная версия без вырезок уже доступна на Boosty. 10 июня на Boosty пройдет грандиозный розыгрыш подарка стоимостью около 120 тысяч рублей, который отправится в любую точку мира. Здесь есть косметика Pet Magrat, Tom Ford, Hourglass, полный рабочий уход за кожей от Cisderma, линейка с витамином C, солнцезащита. Также косметика от Сергея Наумова, Ник Малея. Плюс на карту Российского банка победителей я отправлю 10 тысяч рублей. Принимать участие смогут все подписчики. Ну что, мои заюшки, сегодня у нас редкий случай, когда мы снимаем выводы дома. Мы. Я и вы. Вот так никак не избавлюсь от этих вместоимений, которые, наверное, не очень подходят сюда. Но реально у меня все время ощущение, как будто я не одна, я с большой своей компанией. Что отмечаем прямо по пунктикам? Мне кажется, так интересно. Во-первых, что касается салона. Приятный, с вежливыми сотрудниками. Визажист очень милая, старательная. Она очень переживала прям жесть. То есть у нее прям аж руки тряслись, она тряслась, как осиновый листик. И видно было, что волновалась. Потом она мне спросила, вы для себя снимаете или на обзор? Ну типа, какие варианты еще могут быть? А зачем мне это для себя? Конечно, как бы могло, наверное, и так быть, если бы я прям хотела пошагово обучиться. И получился бы макияж, который мне хотелось бы повторять ежедневно. Либо он бы прям сильно бился с референсом. Тогда бы, наверное, был вариант, что я прям реально пошагово воспользуюсь инструкцией и повторю. Но, смотрите, что мне кажется все-таки значимым, да, это самое главное в мэйке все-таки форма. Потому что очень короткая дистанция между фэшн-макияжем и, прямо скажем, макияжем такой, знаете, женщины, которая кто-то под белого глаза в моем случае. Потому что фиолетовый это вообще очень капризный, сложный цвет. С ним очень легко уйти, реально фингал. Поэтому, когда вот здесь, видите, четко форма застренная, лисичка, она такая смотрящая к уголку брови. Примерно вот эту, да, как мы начали смотреть. Но вот эта вот верхняя часть почему-то своим закруглением, мне кажется, немножко на форму увела не в ту. То есть, либо потому что мы слишком растушевали до брови. И зачем, спрашивается. Ну, на коа, потому что вот тут на референсе фиолетовый, он вообще за складку не выходит. То есть, за впадинку вот этого, да. И при этом, когда на референсе девушка смотрит прямо, у нее все от складки до брови, у нее все светлое. Почему в моем случае, да, у нас огромный синий растушеванный фиолетовый этот оттенок, который может давать ощущение синяка. Ну, в общем, и он не бьется с референсом. Я думаю, что главный косяк макияжа, ну, как бы главный нюанс, который отличается, это вот именно вот эта здоровая тушевка, которая не нужна. Которую мне все подряд, все рисуют. То есть, в связи же, не расстраивайтесь, что вы вот что-то себе все так рисуют, все так почему-то делают. Я каждый раз спрашиваю в процессе, вот мы сверяемся, я говорю, а почему здесь так-то? Мы что-то делаем, но это особо картину не меняет. И вот очень редко, когда мне делают, как на референсе, то есть, доводят цвет до складки и делают остренький такой уголок, который выглядит тогда именно как какой-то модный современный макияж. Вот эти вот растушеванные стороны, они могут уже простить. Мне кажется, сегодня вот так. То есть, во-первых, сложнее эту тушевку выровнять, потому что она будет на одном глазу. Ну, у нее как будто немножко она по-разному. Да, вот здесь вот у нас как будто ниже стрелка, а здесь как будто она повыше. Ну, либо у них направление разное, чуть-чуть напишите. То есть, мне кажется, проще было, если бы она вот тут вот шла аккуратненько, она бы вытянула глаз. И, ну, в общем, не нужен нам этот цвет везде. Ну, не нужен. Зачем он? Возможно, потому что у меня реально вот эта вот площадь побольше, да, свободное место, и вот хочется закрасить. Но в целом, если мы ориентируемся на референс, и не было такого запроса у клиента, мне кажется, можно это не делать. Что касается бровей, мы использовали такие рыжеватые оттеночки теней, и на мой вкус они прям тепловаты. То есть, можно взять более серый цвет, который не будет давать ощущение рыженького на бровях. Особенно, когда он рядом с фиолетовым таким, который холодный. И вот эта рыжина, она прям выступает. То есть, очень, мне кажется, можно более серый, русый, тауповый оттенок брать. Что касается губ, ну, в общем, как-то мы их по бокам тоже завысили, хотя вот галочка была равномерная. В общем, они довольно правдоподобно смотрелись. Увеличенными. В целом, можно попробовать, если не увеличивать их с боков, а только верхушкой. Так себе дело. Либо почти не увеличивать по бокам. Тогда губа смотрится ровно, настолько же увеличенная, насколько сейчас, но она просто более органично выглядит. Ну, это прям если по пунктам макияж разобрать. Коррекция, в принципе, ну, неплохая, да. Хорошо, чтобы была пудра для бейкинга у нас рассыпчатая. Может быть, еще бы тоже для вот этого лифтинг-эффекта затемнить не просто вот так вот все по периферии, да. А здесь тоже такие полосочки. Они тоже классные, как продолжение глаза темненькие вытягиваются здесь и здесь. А между ними светлый оттенок, который тоже направлен к виску. И поэтому все три полосы в таком случае, темная, светлая, темная, они все будут вот так вот визуально подтягивать глаз и делать тоже такой лисий эффект. Вот так красиво. При этом он очень натурально смотрится, потому что нервом выраженного затемнения, осветления, но вот эти вот направляющие, они читаются. Тоже классно так очень обрамляет лицо. Ну, в общем, вот так вот. В целом мне понравилось, что визажист такая там старалась, она просто-таки отвечала. Не злилась на меня, не агрессивничала, старалась там побороть свое волнение. Да, не слилась ни со съемки, ни с чего. И из нюансов я бы отметила, может быть, то, что, конечно, из спецэффектов добавляют, что очень близко пилят ноги. Педикюр делают, сзади маникюр все трещит, жужжит. Эта скамейка на колесах тоже реально как избушка. Поворачивается, мастер просто малейшее движение делает. И вот так. Вот так вот. И прямо, знаете, вот в тишине то одно, то другое, то пылесос, вот эти какие-то странные звуки. Ну, в общем, мне кажется, то, что можно, аудиосопровождение, это тоже, ну, типа органчуз наш, да, уши. На слух мы тоже много воспринимаем информацией. Вот как визуально тебе не хочется смотреть на какой-то газ. Вот, мне кажется, визуально тоже хорошо, когда что можно смягчено. Как-то оно все выровнено, ничего не орет. Как-то приятненько находиться, даже если ты просто ориентируешься на слух. А здесь что-то многовато вот этих посторонних шумов. Вообще, вроде, должны как-то ноги, педикюр делать. Как-то там, может, ширмочку какую-то можно предосмотреть. В общем, как-то вроде эта зона как-то отделена должна быть. А так немножко ты, получается, и в зеркале видишь, и так. И, в общем, все это как-то тебя очень близко окружает. Еще к мастеру у меня бы было пожелание. В общем, сейчас очень жарко. Мне, например, я сидела и вообще запарилась там конкретно. Потом только в конце мы уже сделали ниже температуру кондиционера. Я попросила у администратора. И прохладнее стало. В целом, жара. Я думаю, что вот эти вот плечи голые. Это очень опасная история. Потому что вы, когда работаете, вы постоянно поднимаете руки. То есть, оголяются подмышки. Сейчас лето, тепло. Чуть-чуть вспотели, да. И уже, получается, ну, клиент очень близко к открытой, оголенной летней подмышечке. Которая целый день на работе. В общем, есть такая опасность, что можно вспотеть. И вот клиент вот в этом всём находится. Ну, все мы люди, понятное дело. Просто если есть какая-то штука, футболочка, которая закрывает такие места. Это дополнительная страховка. Если это нейтральная ткань хлопковая. То как-то, мне кажется, всем приятнее. Потому что, ну, в общем, это такой, знаете, очень нюанс как бы по грани. Но это вот реальность такая, что сейчас жара, все потеют. И ты, получается, в очень плотном контакте с мастером 2 часа находишься, который тоже может вспотеть. И вот эти вот подмышечки, они так кокетливо на тебя выглядывают. Со всеми вытекающими. Но в целом, мне пацанчик понравился. То есть, соотношение не очень прям макияж не супер, как в референс попал. Немножко, я думаю, если бы он был вот пониже, у него бы не было такой какой-то карикатурной нотки. Какой-то карнавальной, что ли. Которая сейчас немножко есть. То есть, он бы более профессионально бы выглядел. То есть, не надо нам эти яркие цвета. Но достаточно, что это будет, ну, в целом круто выглядеть. А не прям, что на все 3 500, давайте мы вам накрасим. Да, раз веки есть, чего их вот уголами оставлять. Нет, важен результат. Лучше, чтобы он был вот такой вот. Ну, современный, немножко острый. Какой-то актуальный. В общем, здесь чуть-чуть как будто вот с этой вот бешеной растушевкой до бровей. Немного как будто это укралось. Да, и стрелочки можно застрить. Вначале классные были. Мне понравилось, что мастер сделал вот тут ступеньку. Здесь у меня нависящий век. Тут прям у стрелок. То есть, она все это учла. Но когда мы тени добавили, получились бревнышки. То есть, они прям очень толстенькие. И можно их, очевидно, вот здесь вот потереть. Так, чтобы кончик уходил в ноль. Аккуратненький был. Такой острый-острый. Это тоже добавит современность. Ну, как бы современного восприятия. Но за 3 500 в такой локации, приятное место, закрытая территория, я думаю, что неплохо. Вот проработать вот эти нюансы у мастера классно, что были буквально там все продукты, куча ресниц. Причем это с ресницами цена. Ну, там и то, и то, и коррекция влажная, и сухая, и хайлайтер. Ну, как бы много продуктов, хотя это не люкс у него был. Но в целом не так, что у него в косметичке 3 средства. Знаете, а есть из чего выбрать. И цветные, и какие-то яркие. Всем она пользуется. Видно, что знает, что куда. Ну, вообще, немножко насмотренности. У нас яркие макияжи, как их делать более современные. Все будет круто. Вот такие вот дела. Напишите, как вам салон. Как вам макияж. Отдали бы вы за него 3 500. Все, я вас обнимаю. Целую, кто любит полный версии без монтажа и вырезок, то обязательно добавляйтесь на Boosty. 30 июня для всех Boosty Art пройдет конкурс, где я разыграю косметику охренительных брендов, о которых я сама мечтаю, о которых не достать в России. Там Pat McGrath, там Ford. Ну, ладно, не все не достать. Hourglass, но многие, которые только через байеров там надо заказывать. В общем, разыграю потрясающий этот набор для моих Boosty Art. И потом я хочу разыграть еще iPhone. Это будет, скорее всего, в начале августа. Поэтому, в общем, у нас там весело, интересно. Кучу роликов я сейчас не выкладываю на YouTube, а загружаю только на Boosty. То есть, они там прям в эксклюзиве. У меня можете посмотреть. У меня их уже 100 тысяч штук. Так что жду вас в гости. Все, целую. Обнимаю. И всем пока-пока. Продолжение следует...